Девушки отдыхают Это единственный выход, но нет электричества. Отдельная цепь питания. А переключить на неё напряжение? Нормально. Что же это такое? Возможно, это ключ ко всему нашему расследованию. Вы это почувствовали? Ага. Так же было, когда включал силу притяжения. И сам он, конечно же, ни при чём. Уметь. Тут всё прям как на скале. Вот именно. Последняя отчаянная попытка удержать оборону. Подходящее место. Все следы выстрела. Здесь только резервное питание. В отчёт для пса. В отсеках корабля отсутствует питание. Что мы упустили? Давайте сначала. Нас арестовала твоя подружка. Как и великого объединителя Рейкера. И его корабль взорвался. Не с этого ли всё и началось? Может, Рейкер что-то вёз на корабле? Может, газ? И случилась утечка? Я раньше такие штуки подстраивала. Ну точно. Через вентиляцию газ разнесётся по кораблю. А нам бояться? Раз вы до тех пор не спятили, значит нет. Я знал, что пригодится. Откуда у тебя их ключ? Ники дала. Чтоб мама не отняла. Давай продать... За такой тысячи две дадут. Ты хочешь что-то делать всё, что всё, что их обворовывает? Я не буду. Оглядись! На что спорим, что тут уже некому нас казнить? Что ты надеешься здесь отыскать? У Ники по всему кораблю были секретные ходы. Она могла оставить тайное послание. Ты к ней неравнодушен. Ну, наверное. В смысле... У нас с ней много общего. Она мне напоминает меня, знаешь. Я не знаю. Неважно. Я хочу убедиться, что с ней и Карелл всё в порядке. Вдруг леди Хеллбендер послала огромное чудище за нами. Ну да. Откуда ей знать, что мы здесь? Кабарету в карелле не стоит. На сторонке всей галактики. Ты знал этого рабочего, Питер Квилл? Нет. И ты рад? Так и есть. Вмять! Ну что вы там встали? Идёмте уже! Найдут они что-нибудь? Например, как включить питание. Или что-то, что поможет разобраться. Обалдеть. Досье драться? Надо ему показать. Так, не расслабляемся. У Квилла талант нажимать не на те кнопки и перерезать не те провода. Лохматый грызун намекает на то, что ты приносишь неудачу. Но учитывая, что он мне указывает, что нажать и перерезать... Орёх, Питер Квилл намекает на то, что это ты причина всех наших лет. Ай, шевелись, Квилл. Груз, нужна твоя помощь. Корнелиху. Так, я смогу перенаправить питание, чтобы выбраться отсюда. Классный француз. О да. Ну, кто умнее корпуса нового? Хм. Что я открыл? Классный француз. Это разве не кусок корабля-объединителя? Объединителя. Да пофиг. Они упоминали, что Рейкера арестовали по той же причине, что и нас. И совсем по той же. Он что-то искал в карантинной зоне. Никки говорила, он ловил богов на свалке. Что за божество обитает в карантинной зоне? Такое, которое нужно держать в карантине. Не думал, что вы с девочкой провалились так глубоко, Питер Квилл? Я не провалился. Я прыгнул. Как герой. Руд, давай еще разок. Мы найдем Карел и Никки. Найдем. Так что, все согласны, что Центурионша с девчонкой вряд ли выжили? Карел пережила ужасы войны. И роман с Питером. Но я готов поспорить, здесь они не выжили. Ты готов поставить деньги на смерть матери с ребенком? А если мертва лишь одна? Никки невероятно находчивый подросток. А Карел боец. Я готов спорить, что они обе живы. Не зарывайся, Квилл, пак. Будь там осторожен, Питер Квилл. Да, в прошлый раз тут явно меньше искрила. Проверь, не плавает ли там где-нибудь круг девчонки. Что скажешь, Гамора? Теперь нас не закоротит. Скажу, без проблем. Что ж, следов Никки или Карел здесь явно нет. Ну, это же хорошая новость. Не там ли она? Вот, можешь ведь? Нет тут девчонки. Берегись, Питер Квилл. По опыту скажу, дети из игрушек ловушки делают. Это не Никки, а моя. Так мы разбираем ее вещи, я бы тогда... Нет, в прямом смысле она принадлежала мне. Эээ, Квилл, тебя стоит это увидеть. Девчонка тобой бредит. Я уверен, ее здесь нет. Кажется, он не свыкся с этой мыслью. А только мне неловко так вот копаться в ее вещах. Питер Квилл ее отец. Вторгаться в ее личную жизнь – его обязанность. Так, тут слева должен быть проход в каюту Карен. Ага, вижу. Не факт, что там изнутри не заперто. Посторонись, звездный папаша. Смешно. Ребят, а можно не смеяться на эту тему? Я переживаю за нее. Я способен сочувствовать тебе и шутить над тобой одновременно. Вынужден признать, Квилл, твоя Ники недурно тут все устроила. Как она свой терминал от аварийной сети запитала? Я же говорил, она смышленая. Тогда, возможно, она действительно не твое дитя. Да, это точно. Нет в ней твоего фирменного слабоумия. А может, тогда она в маму пошла? Ну, хоть немного глупости ей должно было передаться. Если бы у меня была дочь, она точно была бы круче и сообразительнее всех. Прям как Ники? Прям как Ники? Эм, ну да, наверное, посмотрю бортовой журнал, чтобы узнать, что произошло. Ладно, а мы пока осмотримся. Может, найдем какие зацепки? Что там с терминалом? Здесь неплохая защита. Нужно время. Ладно, ждем. Не бойся, Карел. Я обязательно тебе ее верну. Я вижу следы потасовки, Питер Квилл. Да, ничего хорошего. Ах, аппетитно. Что это? Угроза какая-то? Согласно законам о чистоте крови, совет 3 требует свидетельства происхождения Ники. Законам о чистоте крови? Карелла об этом тебе не рассказала. Ты очень серьезно относится в чистоте своей крови. Возможно, стоило допросить робота-жреца. Точно. Как столкнемся с гигантским роботом-жрецом? Свяжем его и зададим парочку вопросов. У тебя есть веревка? Нет. Тогда твой план несостоятелен. Ну вот, добрались. Командный центр. Значит, вон там находится терминал управления Непсисом. Надеюсь, там будет то, что мы ищем. Квилл, доверяю это дело тебе. Это для тебя нетипично. Небось думает, что терминал заминирован. А, это все объясняет. Э, это не мне тут не имется узнать, что случилось. Пусть сам все увидит. Питер Квилл, ты нашел что-нибудь полезное? Эээ, ну... Кое-что. Сейчас, да, я... Готовлюсь психологически. Я не понимаю, почему Питер Квилл не подключается к Нексусу? Он боится ф... Ха, класс. Вот это усы. Что там? Выходит номер жетона Карелл 0-0-0-1. Она номер один? Я есть Крут. Ээ, Крут спрашивает, не от того ли это, что он страшит соответственности? Однозначно. Что нашел? Да так, личные записи. Субтитры сделал DimaTorzok.